Сегодняшняя лекция, седьмая лекция, это обзоры законодательства Республики Казахстан В сфере информационной безопасности Рассмотрим следующие вопросы Это у нас первая часть, общий обзор Далее вторая часть, персональные данные и их защита Далее у нас идет государственные секреты информационной безопасности Доступ к информации В пятой части рассматривается служебная информация Регулирование обороты служебной информации Далее у нас иные тайны, установленные законодательством Республики Казахстан Далее у нас коммерческая тайна В восьмой части рассматривается фотографическая защита информации Далее техническая защита информации и информационной инфраструктуры Далее у нас электронная разведка, свежка, прослушка И в одиннадцатой части у нас борьба с преступностью Информационная безопасность Это состояние защищенности информационного пространства Республики Казахстан А также прав и интересов человека, граждан, гражданина, общества и государства Государства в информационной сфере от реальных и потенциальных угроз При котором обеспечивается устойчивое развитие и информационная независимость В соответствии с законом национальной безопасности Информационная безопасность обеспечивается решениями Государственных органов, организаций, государственных лиц Направленным на недопущение информационной зависимости Казахстана На предотвращение информационной экспансии и блокады Со стороны других государств, организаций и отдельных лиц Недопущение информационной изоляции президента, парламента, правительства И сил обеспечения информационной безопасности Республики Казахстан Далее четвертое Это обеспечение бесперебойной и устойчивой эксплуатации сети В связи в целях сохранения безопасности Республики Казахстан В том числе в особый период и при возникновении чрезвычайных ситуаций Природного, техногенного характера карантина в иных чрезвычайных ситуациях Далее Также направлены на выявление предупреждений И пересечения точки и неправых сведений Составляющих государственные секреты И иную защищаемую законом тайны Далее Недопущение информационной воздействия На общественное и индивидуальное сознание Связанного с преднамеренным искажением И распространением Недостоверной информации В ущерб национальной безопасности Далее у нас Обнаружение и Дезорганизация механизмов Скрытого информационного влияния На процесс выработки и принятия государственных решений В ущерб информационной безопасности Далее у нас Поддержание и развитие Эффективной системы защиты информационных ресурсов Информационных систем И инфраструктуры связи В которых циркулируют сведения Составляющие государственную, коммерческую И не защищаемую законом тайны Это у нас было В соответствии с Законом о национальной безопасности Информационной безопасности Которая обеспечивает решения Действия государственных решений Следующий у нас Приведен пример Перечень условий Препятствующих информационной безопасности Которое запрещено Распространение на территории Казахстана Республики Казахстан Печатной продукции И продукции иностранного Средства массовой информации Содержание которых Отрывает национальную безопасность Далее запрещено Разглашение государственных секретов И иной защищаемой законом тайны Также запрещено Иностранным физическим и юридическим лицам А также лицам без гражданства Прямо или косвенно владеть Пользоваться Распоряжаться или управлять Более 20% акций Юридического лица Собственника средства Средства массовой информации В Республике Казахстан Или осуществляемой В этой сфере Далее также запрещено Управление или эксплуатация Магистральными линиями Связи иностранцами Лицами без гражданства И иностранным юридическим лицам Без создания юридического лица На территории Республики Казахстан Далее создание и эксплуатация На территории Республики Казахстан Систей связи Центр управления Которым расположен за ее пределами Также перечень условий Препятствующих Иностранной безопасности Которое запрещено Приобретение или иное получение В собственности физическими И юридическими лицами Состоятельно или в составе группы лиц Более 10% голосующих акций А также доли паев организаций Владеющие и осуществляющие деятельность По управлению или эксплуатации Линии связи В качестве оператора Международной или международной связи Без условий Органов В области связи информации А также органов информационной безопасности Также иностранцам Запрещено Иностранцам Лицам без гражданства И иностранным юридическим лицам Прямо или косвенно Владеть, пользоваться, распоряжаться И управлять в совокупности Более чем 49% Голосующих акций А также доли паев И юридических лиц Осуществляемые деятельность В области телекоммуникации В качестве оператора Международного и международной связи Додающие наземными линиями Связи Без положительного решения Правительства Республики Казахстан Также у нас запрещается Ввод в эксплуатацию сети связи Не отвечающий требованиям Нормативных правовых актов По обеспечению оперативно-розвестных мероприятий Далее На следующем слайде Показана концепция Информационной безопасности Республики Казахстан До 2016 года И реализации Концепция содержит Анализ текущей ситуации Целей и выдачи Которые состоят Перед государством По обеспечению информационной безопасности Ожидаемых Ожидаемые результаты А также Основные принципы И общие Сходы обеспечения информационной безопасности Также Основные положения Республики Казахстан Стратегии по обеспечению информационной безопасности Основные определения и термины В соответствии с Конституцией Текущее состояние обеспечения информационной безопасности Характеризуется следующими угрозами Несовершенство системы Обеспечения информационной безопасности И нарушение функционирования критических Важных объектов информации Далее Низкого уровня Производства Внедрения и использования Современных информаций